Всем привет, дорогие друзья! С вами Кэнни Морел, и мне наконец-таки выпал новый персонаж, и зовут его Пока. Похож он на котово-маленького мексиканца, играющего на гитарке. Это, в принципе, всё, что можно сказать о его образе. Так, давайте посмотрим его статистики. Нападений у него двоечка, то есть дамага у него почти нет, я так понял. Странно почему. Защита у него тоже не слишком-то и большая, то есть чуть-чуть выше среднего. Практичности, зато у него очень высокая. А это значит, что он, я так понял, типа он саппорта что ли, то ли он ставит турели, как другие персонажи, непонятно. Так, ну чё, друзья, давайте тогда испытаем его в бою и посмотрим, на что он способен. Так, испытаем мы данного персонажа в обычном режиме, потому что здесь можно выбрать одиночный режим и посмотреть, как он справляется один на один. Погнали! Так, и вот мы в игре, и сразу рядом ящик. Так, давайте посмотрим, сколько много дамага он наносит ящику. Вообще почти ничего, вообще он почти ничего не наносит. Это просто ужасно. Почему так мало демеджа? Скорее всего, потому что он стреляет по площади и слишком мало проходит дамага именно в какой-то один объект. Да уж, я уже привкушаю боль в этом режиме. Так, давайте заберём халявную усилялочку. А вот, слушайте, здесь их много. Но зато, по крайней мере, за этого персонажа не надо целиться. Вообще не надо целиться. От него так очень сложно увернуться. А что за ульта? И что это было? И что это было? Не подходи ко мне. Вот давай, иди туда и умри. Нет, он не умер. Ладно, тогда дальше. Фармимся. Да, он всё-таки умер. Он всё-таки умер. Блин, мне бы надо усилялочки забрать, но уже слишком поздно, потому что уже зелёная, зелёная туча уже слишком близкая. Так, ну здесь уже всё собрали. Слишком мало, слишком мало у меня усилений. Да уж, мне кажется, против кольта вообще будет беда. А, я уже на втором месте, понятно. То есть все померли, кроме кольта. Не знаю, как я буду против него сражаться, он по-любому здесь в кустах стоит. Так, ну всё, в принципе... Эээ... Кольт, ты чё? Ты чё, суицейнулся просто? Да ладно. Ну, ясненько. Я вообще ничего не понял. Я вообще-то хотел протестить персонажа, какого вы все сами померли. Так, ну всё равно, друзья, что я смог заметить по одной катке? Что этот персонаж очень мало урона наносит одному объекту, потому что он ударяет по плоскости. Да. Такое, такое, друзья. То есть в этом режиме один на один страдать придётся. И очень сильно страдать, потому что ты не сможешь шотнуть своего противника. Ульты я вообще не понял. Поэтому, чтобы понять ульт, нам надо ещё сыграть одну катку. Так, главное, не умереть слишком быстро. Да-да-да-да-да. О, господи, как сложно. Как сложно за него просто уничтожать что-то. Он явно какой-то саппорт. Он явно какой-то саппорт. Так, во. Вот здесь прикольно. Вот здесь прикольно. Вот здесь очень прикольно. Да-да-да, конечно. Ты сможешь на это увернуться? Ну, походу, это, кстати, единственное персонажа. Мне кажется, этого персонажа можно применить на каком-нибудь захвате. Очень хорошо. Не подходи ко мне. Ну, слушайте, ну, когда у тебя уже куча усилений, то, да, деммер чувствуется. Ульт проверяем. Что? Я не понимаю, что делает ульт. Я просто не понимаю. Он демо же не нанёс. Он никого не застанил. Что? Что делает его ульт? Ладно, перемещаемся туда. Вот здесь мясо. О! Мой персонаж. Мой же персонаж. Так, ну всё, тебе хана. Он постоял, он знал, что всё, всё, ему хана. Ладно, так, давайте тогда нагоним ту маленькую девочку, которая где-то там спряталась. Я не знаю, что делает ульт. Давайте долбанём ультом. Ну и что это было? Эй, понятно всё, а. Она забилась, бедная, в угон, и понимаешь, что ей не жить. Потому что от атаки нереально увернуться. И у меня слишком уже много дамага. Но в начале, конечно, дамага у меня никого не было. Так, давайте почитаем, что у него за ульт. Я не понимаю, что у него с ультом не так. Как почитать про ульт? Ульт. Надо было сразу его читать. Супер, на бис. Поко лечит себя и находившийся рядом друзей, исполняя воодушевляющую мелодию. Не оказывает влияния на врагов. Да ладно! Почему я сразу не читаю этот ульт? Почему? Ясненько. То есть, ну, я просто стрелял этим ультом ради того, чтобы просто устрашить противника. Короче, это персонаж чисто саппорт. Его нет смысла вообще брать один на один и в данный режим. Давайте, друзья, тогда посмотрим, насколько он классно себя применит. Например, знаете в каком режиме? Знаете в каком? На захвате кристаллах, нашим любимым. Мне кажется, этот персонаж очень должен хорошо себя показать именно вот здесь. Именно в массовке. Именно в мясе таком. Я же саппорт. Я же саппорт. Отлично! Да, 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 да. И давайте похилим. Ух ты! Прикольно в реале. Очень много хила. И слушайте, мне нравится, что хилка очень быстро откатывается. Отлично! Даже добил! Ну, мне кажется, здесь определённая победа. Слишком слабенькая команда против нас попалась. Главное вовремя хилить. Вообще будет красота. Опа! Не ожидал такого. А мы тут можем бесконечно стоять с моей просто мега-ультра-ультом. Ну, подходи. Да, 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 да. У тебя ж дамага нет. Я ж прекрасно знаю. Прям не понаслышке. Эй, ты убежал от моей хилки. Почему ты убежал от моей хилки? Я, главное, вообще не накрафтил алмазиков. Давай, хиль! Ага, да фиг кого убьёшь вообще. Просто, просто имба. Это просто имба. Мне очень понравилось. Так, Сэн молодец. Прям вообще стоял до последнего, а я его хилил. Лучше комбы и не придумать. Это, слушайте, это самый, наверное, крутой саппорт в Бравл Старсе. Это явно самый крутой в Бравл Старсе саппорт. Пока, просто божественен. Да. Он явно у нас не дамагер. Явно у нас не танк. Но он офигенный саппорт. То есть, если у тебя в команде нет людей, он, конечно, бесполезен. А так, нет, а так, нет. Он и не даёт противникам толком подойти, потому что у него слишком широкая атака. И он хилит, и он хилит. Мне это нравится. Давайте ещё раз закрепим и попробуем ещё разок сыграть в какой-нибудь ещё режимом. Например, например, например... Давайте в погрузку, кстати. Да. По идее, он должен себя тоже отлично здесь применить. По идее. Да, я никого не убью, но я слишком могу напакостить. Много напакостить. Так. Главное довести тележку. Это я уже знаю. Эй, да ладно. Серьёзно, меня выгнали. Просто меня выгнали. Команда, команда. Вы живой? Вы живой? Вы живые люди? Да. Они вроде пришли. Они вроде решили чуть-чуть помочь. Эй, я не могу тебе помочь. Главная цель это довести. Главная цель это довести просто этот автобус, эту тележку или что это? Понятно. Я не понял. Тима, будете помогать-то мне? У меня как бы дэмэджи-то нет. У меня дэмэджи-то нет. Меня моя же тележка пинает. А эти, смотрите, вражеская команда даже не пытается вражескую тележку-то сдвинуть даже с места. Наши наконец поняли, что надо как бы её защищать, дефать и сдвигать. Так, нет, слишком опасно. Немного надо размена. Да, так, конечно, не очень далёкая. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. А, понятно. Про, про, Юнус Про. Он затащил эту катку. Ну как затащил, он просто тележку довёл до конца. Этот больше всего он дамажил, но на самом деле я же сдвинул тележку почти до конца. В основном я же всё сделал. Ну, мне кажется, Брал Старси за это очки не засчитываются и не даются. Так, и того, друзья, что можно сказать о Поко. Поко это чистый саппорт. Он не дамагер. Он может как бы, да, немножечко продезморалить команду. Но это сильно дамага не нанесёт. Ты никогда не шотнешь никакого персонажа. Никогда не шотнешь. Если ты, конечно, не будешь под каким-то ультраусилением. А так нет. Ты просто создаёшь вид, что ты дамажишь, и ты попадаешь по всем. Но, к сожалению, дамага очень мало проходит. В одиночном режиме Поко, я думаю, вообще нечего делать. А вот в плане хила, в плане саппорта, мне кажется, это просто лучший персонаж. Я обязательно буду играть за него. Обязательно буду со своими друзьями из клуба играть за данного персонажа. Буду им сильно помогать. Так как я новичок в Бравл Старсе, мне кажется, отхилить какого-нибудь мощного дамагера, мощного игрока, который очень сильно шарит за Бравл Старс, это самое лучшее, что я могу сделать. И Поко идеально для этого подходит. Я, на самом деле, когда во вражеском команде видел данного персонажа, Поко, я немного другое представление... Немного другое представление у меня сформировалось о нём. Я думал, это что-то, ну, конкретно дамажное что-то. Я всегда боялся его этой огромной волны. Оказывается, это просто обычный хил. Это хил, друзья. Ну всё, всё. Всё, обязательно за него буду играть. Обязательно буду сапарить. Сапарчить. Или как там правильно говорится, я уже хрен знает. Я никогда почти в играх не сапарил. Но за Поко я это готов делать. Это довольно просто и эффективно. Ну всё, друзья. Всем спасибо, кто смотрел этот ролик. Всем до скорого. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok